Друзья, всем привет! Сегодня у нас понедельник. Началась трудовая неделя, выходные закончились. Сегодня у меня на сегодня какие планы? Сейчас надо будет уже разбудить Сашу, потому что она разоспалась. Папа у нас с утра ушел на работу, уехал. Вечером он, как всегда, после работы пойдет делать ремонт. Андрюшка у нас на выходных был у бабушки, как я уже говорила. Вот сейчас мне надо разбудить Сашу. Мы съездим с ней, сдадим кровь на аллергены, как я вам уже говорила. И потом я повезу ее в садик, потом я поеду за Андрюшей к бабушке, заберу его и тоже отвезу в садик. В общем, у меня сейчас сплошные разъезды, и кроме того, уже надо будить Сашу. Мне, кстати, все время очень жалко ее будить. Если она выспится дома, она не заснет в садике в тихий час, и воспитатели с ней там с ума сойдут. Так что пойдем будить. Вот комнатка. Сразу видно, что тут играли детки. И сейчас будем будить вот этот вот комочек. Санюска. Санюс. Соса. Чьи пяточки. Чьи пяточки. А я показываю ребятам. Я показываю ребятам. Как ты просыпаешься? Как ты просыпаешься? Показываю ребятам. Вот, дорогие ребята. Посмотрите, как Сосенька прошибает. Ай. Опять спать. А вот вечером кого-то не уложишь, Саш. Я тебе говорю же, вечером ложись спать. Потому что с утра не встанешь. Нет, вечером мы до упора бесимся. Да, Санюш? Да. Саша, вот что ты просила молоко? Я тебе налила целую эту и не стала. Сейчас она за день скиснет. Целая бутылочка. Ну, пойдем. Все, мы собрались. Вот у меня тут сапог валяется. У нас тут что только не валяется. Блин, это вообще. Саш, пошли. Я вся с сумками. Тут и Андрюшкины вещи в сад, и Сашины вещи в сад, и моя сумка. Саш, поехали. Нам надо сдать анализы с тобой. Поехали? Да. Давай. Выходим. Вот, видите, какие тут зазоры. Огромные пробелы в перилах. Вот. И никто не вставит сюда прутики. Санюш, иди сюда ко мне. Потому что если вот ребенок оступится и туда полетит, это все. Вон туда он в пролет. Так телефон бы не грохотать. И тут вот ребенку пролететь через эти перила. Нечего делать вообще. Саш, иди сюда, пожалуйста. Вызываем лифт. Вот, зато плиточкой выложили пол в подъезде, которая никому не нужна. А вот эти вот дыры, да. Вот это вот, вот это вот. Это заделать некому. А вот плиточкой мы выложим. Саш, один. Так. Поехали. Все, мы едем. Очень торопимся. Нам надо успеть сдать кровь. И плачеток, иди. Вон тут сколько всех, да. С Мишкой? А Мишку-то не видно из-за тебя, Санюш. Вот. Ой, да тут, да, тут все. Давай. Все, чтобы деткам было не страшно ходить ко врачу. Ух ты, там все. Да. Нет, не хочу. Не хочешь паровозик? Хочу. Цветочками еще. Цветочками. Давай с поросеночком. Давай с поросеночком и все. Что тут, конфетки? Да. Конфетки. Ну, их потом. Потом, когда анализ дадим, тогда возьмем конфетку. В кино идет, можно посмотреть. Не знаю, не знаю. Какая коробка. Да, тебе понравилось? Ну, не надо только ее трогать, Санюш. А это что? Что? А сюда ручку положишь. Вот так вот. И кровичку сдашь. Ну что, садись на маму. Нет. Ручку готовь. Нет. Ну, Саш, надо анализ сдать. Нет. Ну, надо. Нет. Вон какая лампочка. Смотри, какой цвет хороший. Нет. Ну, вон. Нет. Саш, вот сюда. А тут Андрюшенька тоже был. Вот так ручку кладешь. Вот этим тебе завяжут. Нет. Ну, Саш, ну а как же. Что, смелости поубавилось, да? А сюда веселое-веселое шло. Во. Вот это ребенку взяли кровь. Все. Все уже прошло. Прошло. Маму, снять! Снимем потом. Друзья, вот если кому-то пригодится, показываю вам, какие анализы детям-аллергикам назначают сдавать. Вот, например, нам нужно было сдать анализ крови на педиатрическую панель. Вот, мы с Сашей сегодня сдавали. Такую же панель мы сдали с Андрюшкой. Вот, педиатрической. Вот смотрите, что в нее входит. Какие анализы. В норме все должно быть отрицательно. Ну, таких, мне кажется, сейчас детей нет. Сейчас очень часто у кого аллергия. Вот тут на домашнего пылевого клеща, на березу, смесь трав, на кошку, на собаку, на молоко. Ну и вот сами видите еще на что, да. Это вот педиатрическая панель. Дело в том, что есть еще панель респираторная и пищевая. Но мы пока сдали педиатрическую. Потому что в педиатрической входят и респираторные некоторые показатели, так и пищевые. Вот. А вот, например, можно сдать кровь только на респираторную панель. В отличие от педиатрической здесь нету продуктов. Здесь только то, что он может, так скажем, вдохнуть. Вот, поэтому эта панель называется респираторная. Ольха, береза, дуб тоже смесь трав, рожь, пыльца, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, ну и так далее. Вот эту панель мы пока еще не сдавали. Мы сдали только педиатрическую пока. Но потом, наверное, надо будет сдать и такую. А вот это только пищевая панель. Видите, пищевая написана. Только пищевая панель. А здесь только еда. Различные орехи, молоко, яйца, картошка, рыба, яблоки, ну и так далее. И как я уже сказала, мы сдали только педиатрическую пока. Хотя в идеале, конечно, нужно сдать и пищевую, и респираторную. Дело в том, что удовольствие это не дешевое. Потому что, вот смотрите, сколько все это стоит. Вот педиатрическая панель, 20 показателей, 3 800. И таких анализов мы сдали два. Андрюшки и Саша. Наша страховая не стала оплачивать вот этот анализ. Потому что я вам уже рассказывала. Мы сдавали с ним, с Андрюшкой, общий анализ крови и на иммуноглобулин Е. И наш страховщик, альфстрахование, сказали, что будут оплачивать вот этот вот дорогой анализ за 3 800 педиатрическую панель только в том случае, если у нас будут отклонения вот здесь, в иммуноглобулин Е. Но здесь у него отклонений нет. Видите, 44 у него в результате, а в норме до 45. Вот. И также общий анализ крови тоже у него хороший. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. И, собственно, поэтому страховщик нам отказал в оплачивании этого дорогого, самого дорогого анализа. Вот эту вот педиатрическую панель мы оплачивали сами. Они сказали, что если вот в этом анализе все в порядке, то это не считается страховым случаем. Если бы вот здесь вот что-то зашкаливало, тогда да, тогда бы это был страховой случай, и страховщик бы оплатил вот эту педиатрическую панель нашу. Вот эту вот мы сегодня сдавали с Сашей. Общий анализ крови 320, забор крови 200 рублей. Ну, конечно, забор там втроем ее держали. А женщина, которая брала кровь непосредственно, еще одна женщина, и я. Саша там рвала и металла. Ребят, в общем, расклад такой. В общем, ребенок надел на меня коробку. Мне кажется, что мне даже неплохо. В общем, сдали анализы Саши, отвела ее в детский сад. Потом поехала к бабушке с дедушкой забирать Андрюшу. Забрала Андрюшу. Это уже был первый час дня. Я его в сад решила не водить, потому что там уже дело шло к тихому часу. Если бы я привела Андрюшу, то мы бы там всех... Я королевство. Я королевство, да. То мы бы там всех деток перебудили. Вот, и воспитателям бы тоже пришлось Андрюшку укладывать. Еще не факт, чтобы они его уложили. Я решила уж не водить его сегодня. Андрюш, мне так лучше. Я решила, что оставлю его сегодня дома. Вот сейчас с ним тут занимаемся. Дуркуем. А потом пойдем Сашеньку забирать. Пришла забирать своих детишек. Вернее, Сашеньку мы пришли забирать с Андрюшкой. Пришли с Андрюшкой Сашку забирать. И вот они тут разбесились на своей детской площадочке. И домой не уведешь. Не уведешь домой-то. Саш, домой пойдем? Андрюш, домой пойдем? Нет! Ребят, я уже сбилась со счета, в какой раз я размораживаю вот эту вот рыбу. Это окунь морской. Я все хочу запечь его с картошечкой и с помидорками. И все у меня никак не получается. Столько разморожу, что-то обязательно... И в общем, я его тоже размораживаю, обратно в морозилку убираю. Размораживаю, обратно в морозилку. И вот такая вот свистопляска с этим окунем никак не сделаю. И вот в очередной раз разморозила. И, наверное, придется опять убирать в морозилку. Потому что сейчас уже 10 вечера. В 10 вечера мне очень лень это все готовить. Итак, друзья, спасибо, что вы продолжаете писать мне комментарии. Мне очень приятно. Комментарии не только к влогам пишете, к разным видео. Но давайте посмотрим, что вы написали мне к предыдущему влогу. Вот, кстати, на меня подписалась тоже мама погодок, как я понимаю, Ирина Туманова. И вот она тоже жалуется. Мужики никогда не поймут, каково это сидеть с детьми. Да, действительно, им кажется, что это просто, легко и, в общем, как нечего делать. Да, что мы сидим дома, а они ходят на работу. Ну вот, ребят, вы ходите на работу, но вы делаете свое дело, как бы вас никто не тянет, вас никто не отвлекает. Вот. А мы делаем свои дела дома, за нами постоянно хвост. И мы бегаем туда-сюда. Немножко поделаешь к детям, немножко поделаешь к детям. Это очень выматывает, тем более, когда тебе не дают делать то, что ты должен делать. Вот. И к тому же у вас есть на работе обеденный перерыв, да. Вы можете там и поесть спокойный чай, и попить. Вот. Мы этого лишены. Как бы сидя дома с детьми, у нас такой возможности нет. Дай бог там чего-то закидать быстренько в рот. Да даже вы в туалет можете сходить спокойно, да, там. Вот. Тут даже, ну, даже в туалет нормально не сходишь. Ну, что тут говорить? Наверное, не стоит продолжать эту тему, все и так понятно. Вот Ирина Туманова тоже жалуется на мужа, что он все время вопит, что не может делать несколько дел одновременно, например, с детьми и еще что-то. Ну, у меня тоже, у меня тоже муж, он особо никогда не похвалит. Вот, как Ирина Туманова жалуется, да, что ее муж никогда не похвалит. У меня тоже муж особо не хвалит. Даже вот я родила двух детей подряд, да, то есть, ну, это как бы у него, ну, в порядке вещей. Как он мне сказал, это наше предназначение женское. Вот, и, собственно, что я, у меня первому ребенку был год, я была, носила уже второго, вот, и родила два раза подряд практически с разницей там в год. Вот, он сказал, ну, это ваше предназначение, типа, вроде чего такому. То есть, как бы, да, из-за каких-то домашних дел, которые я делаю, тоже он особо не похвалит ничего. Сколько бы я ни наготовила, например, что бы я ни приготовила, каких бы там шедевров, да. Вот Ольга Альен рассказывает какую-то ужасную историю, что по телеку показывали семью, родились пять детей, их поздравляли, квартиру новую большую дали, а через год муж-папа ушел из семьи. И вот также она пишет, что слышала, что перебежать дорогу, это первое задание синего кита. Да, я в своем влоге рассказываю, что когда мы ехали, ну, с двумя маленькими детьми в машине, вот муж был за рулем, а нам под колеса бросилась буквально, вот, девочка-подросток, буквально сорвалась с тротуара и вот перебежала прямо вот в миллиметре от идущей с нами машины. Муж дал по тормозам, вот, ну, ребят, блин, вот в машине едет двое маленьких детей, и мы вынуждены совершать экстренное торможение из-за вот этих вот безмозглых куриц. В первую очередь я считаю, что таким поведением вот такие вот подростки, они в первую очередь позорят своих родителей. То есть сразу же понятно, откуда что идет. То есть мама с папой, видимо, заняты собой, ребенку делать нечего, он лезет в интернет, находит всякие вот эти вот сайты с идиотскими заданиями и выполняет их. Это все от нечего делать. Так, друзья, ну вот, минутка интерактива закончена, влог, наверное, заканчиваю. Спасибо, что смотрите, комментируете, ставите лайки. Пока-пока.